Сейчас-то вроде оно как солнышко, понимаете? Вот, небо такое ясное. Вот, ветра нету. Вот, ну так. Ну, зато есть морозец, да? Белье. Ну, понимаете, в чем дело? Я вот не знаю, как Николь, а я всю ночь не спала. Потому что всю ночь со страшной силой колотил дождь. Он так колотил, что мне все там пробил. Посмотрите, у меня все, вот все там. У меня вот так вот чекло, смотрите, по стенам. Вот, вот. И вот это все пошло туда. Вот у нас ночью был такой дождь, что если у меня пробило те две сосны, под которыми всегда было сухо, представьте себе, какой был дождь. Да, я просто в шоке. Я утром хотела выйти на балкон, я не могла выйти, потому что мои вот эти тапочки, они были жутко мокрые. Все в воде. О, сторож. Сторож. В общем, как-то так. Вот у нас была такая ночь. Хвостик. Хвостик мой, хвостик мой. Хвостик. Коська. Коська тебе, коська. За здоровье. За чье? За всех. На солнышке сидим, кофе пьем. На самом деле мы решили не упускать такие счастливые моменты, когда осень нас все еще одаривает теплом, солнечные лучики согревают землю, обогревают нас. Вон котяра здесь валяется на земле, вытягивает лапки, катается на спинке, смотрит за прохожими, птички во все разлетались, также ловя вот это самое тепло солнца, пока еще тепло солнца. Так за этим всем приятно наблюдать, действительно. И мы решили тоже прогуляться по парку и попить кофейку. А потом пошли ко мне на обед. Это когда нам неохота особо кушать, готовить. У нас есть пельмени из заготовок. Вот. Быстренько настругали салат морковно-ореховый. И нарезали редиску, которую купили по дороге домой. Все. Да, есть еще семечки. И есть еще сумерки. Так что нам приятного аппетита. Всем, кто за столом, тоже приятного аппетита. Да, Камила? Да, Камила. Ты змея? Да. А Николька кто? Собачка. Собачка? Ты шипишь, да? Леня, а ты не видела видео, которое я отправила сегодня в группу или еще не успела? Нет, не видела. Мы пообедали у меня, посмотрели фильм, а вечером пошли за Дидей в садик, а потом я просто плавно перебазировалась к детям. И вот так вот прошел наш почти выходной день. Вообще не из детей. Самые счастливые времена. на эту Примадонну в подушках, я вас умоляю. И в пледе. Ника, как тебе подходит вот так вот в подушках, в пледе? Тепло ли вам, девица? Тепло ли вам, красавица? Да? Николься, тепло вам. Да. Ты моя сладка. Ёбка. Жарко же. Чего-то укуталась. Ммм? Закопалась. Красотуля моя, не фертите. Не фертите. Не крутите. Отдыхай. Ладно, мать работы пошла. Пока-пока. Купила Никольке корм. Пересыпала сейчас в банку, потому что эта банка поедет вместе с ней. Привет, Николь. Она вас приветствует на задних лапках. Вот. Привет, Николь. Привет, глаза. Желтые. А знаете, что она сейчас это? Передо мной здесь вот хвостом виляет. Я была в злом магазине, но покупала ей корм. И думаю, дай-ка я ей возьму вот такие вот вкусняшки. Здесь, сейчас я покажу, еле вскрыла пакет. Вот. Вот такие вот огромные пласты мяса, да. Слушайте, я когда пришла к ней, ну, думаю, ребенку дам за то, что она меня сидит, вот ждет время на коврике там, когда меня нету. Вы понимаете, она прибегает через очень короткое время и начинает меня толкать. Я понимаю, что она меня просит. Думаю, что она меня просит. Пошла, посмотрела. А у нее уже вот этого вот след простыл. вот этих вот пластин. Они, посмотрите, какие огромные. И вот эта коза, вот эта маленькая коза умяла их. Вы представляете? Не знаю, что требует. Я сказала нет. Я сказала нет. Вот это я возьму с собой и упакую. То есть я заботчица, да. Ну, она, во-первых, покормит своих тоже кутят маленьких. И Коську будет кормить тоже. Пошли, собираемся мы. Это самое. Кстати, что касается... Что-то, что-то, беднее. Все, посмотрите, все. Она поняла, что у меня там. Ника, я очень переживаю. Я не могу тебе больше дать. Я боюсь. Вы посмотрите, что с ней происходит. Это вот ей так зашло. Это представляете? Представляете она? Что вытворяет? Я переживаю. Я переживаю. Смотрите, что с ней происходит. Слушайте, она бешеная. Это ей так зашло? Никуля? Посмотрите, что с ней... Ты что, э? Я уж переживаю. Это вот это вот она услышала сейчас. Матильда, подожди, нет, хватит. Забудь, забудь, что здесь было. Кофточку. Слушайте, очень любила эту кофточку. Носила долго-долго. Наверное, носила... Носила, ну, сколько, полгода я ее носила. Ну, вчера я, правда, заляпала. Это у меня паприка. Надкусила у меня, с бороды потекла. Но я уже не стала стирать, но постираю. Но очень странно. После последней стирки я вдруг поняла, что ее куда-то перекосило. Она просто не сидит на плечах. Она у меня куда-то туда, вот, я не знаю, переворачивается. Что такое? Носила, носила, стирала, стирала и на тебе. Ну, в общем, подумала, ладно. Жаль, кофточка очень хорошая. Мне она очень нравится и к телу приятная. Но как-то странно после энной стирки. Да. После энной стирки она это так себя повела. Ну, застираю, отдам есть кому. Да, о чем речь? Речь о том, что так как мы завтра уезжаем... Николь, прекрати, я уже начинаю переживать. Так как мы завтра уезжаем, а Никольку я взять с собой не могу. Поэтому я сейчас собираю ее вещи и я определила ее к заводчице. Ну, мне же надо ее, понимаете, как на передержку, да? К сожалению, нету там возможности оставаться с питомцем. К сожалению, так хочется, чтобы у нас как можно больше создавалось таких мест для отдыхающих вместе со своими питомцами. Ну, что делать? Ладно, это будет наш первый опыт. Я очень надеюсь, что он у нас будет удачный, потому что очень сильно переживаю. Но я спокойно в каком плане я отдаю ее в те руки, из которых я ее забирала. Поэтому я спокойна. Что я с собой ей положу, это ее одежку на всякий случай. Дело в том, что там, знаете, что хорошо? Там особо они в вольере не будут находиться, я так думаю. Потому что они живут на даче, там много простора. Там ее папа, мама, там ее забыла не то братик, не то сестричка. Так что она будет там со своими. Вот. Берем с собой одежку. Сейчас поинтересуюсь вопросом, нужно брать пеленки или нет, но вот подгузники, скорее всего, ну, эти панферсы, положить, наверное, надо будет. Правда, сегодня Николька у меня весь день бегает без. Ну, честно говоря, я не сильно этот момент наблюдаю. Ну, в общем, вот так. И еще, на всякий случай, я ее обработаю противоглашиным средством, потому что там все-таки тоже открытая территория. Она-то тут уже всех возможных насобирала в свое время, так что они к ней уже не липнут, понимаете? Поэтому, да, кушать вот эти вот вкусняшки для нее и для ее собратьев. И возьму с собой ее лежанку, возьму миску с водой для воды, для еды, и вот эту маленькую мисочку, в которой обычно я даю вкусняшки. Наверное, я ничего не забыла, скорее всего. Скорее всего, да. Но я очень переживаю, скажу вам честно. Чувствую себя кукушкой. Но, а с другой стороны, понимаете, ведь менять свой образ жизни только потому, что ты завела питомца, это тоже не совсем правильно. Мне кажется, что можно как-то этот момент утрясти, то есть сделать так, чтобы и тебе было неплохо, и питомцу твоему было, в принципе, хорошо. Да, кстати, Николя, мы же с тобой недавно расхламляли, правильно, вот эту полочку. Причем вместе ты мне помогала. Так что мы сейчас будем собирать все в твою сумочку, все добро, которое, в принципе, и помещается. Ой, я же пеленки еще хотела, на всякий случай. Возьму на всякий случай. Я, правда, не спрашивала у заводчика, но возьму. А там нужно, не нужно, она уже сама скажет. Смотрите, какая у нас прическа. Идите, какая у нас косичка. Мы как тампо. У нас новая прическа. Мы теперь с косичками. Собрала девушку. Везу. Отдавать в добрые руки. Отдаю Никольку в добрые руки. Коська. Я буду скучать, засраночка моя. Ёбка моя, сладкая. Сейчас буду я по тебе очень сильно. Очень сильно, ёбка моя. Запец мой, запец мой шляпкий, шляпкий мой. Запенок. Всё. Отдала я свою красавицу. Вот. Возвращаюсь домой. На самом деле, такие очень смутные чувства. Даже не знаю, что сказать. Чувства очень смутные. Ой, ладно. Еле выбралась из дома. Пробка жуткая была. Еле выбралась. Ехала сюда. А это, если что, зря. Достаточно большое расстояние. Но, если бы не пробка, конечно, можно и за 30 минут доехать. Но из-за пробок добиралось почти час. Всё. Поеду домой. Буду на завтра собираться. Мне надо в дорогу вещи собирать. А я вон чем занимаюсь. Коврики мыла. Предверные. А скажите, почему? Ну, один вынуждена была помыть. А второй просто уже под чужой похмель попал. Потому что Николька, видать, почуяла, что я её собираюсь отдавать. И решила мне, скажем так, отомстить. Она взяла и пометила коврик. А вот так вот. Представляете? В общем, вот так. Животные, да, они всё чувствуют. Не, я, конечно, не думаю, что это связано с тем, что я её оставляю. И она, конечно, ничего не поняла до тех пор, пока я конкретно её не оставила в руках другого человека, которого она уже, в принципе, уже и не помнит, скажем так. Ну, это я с фонариком. Ну, в общем. Короче, мыла я. Коврики мыла. Теперь буду мыть всё тут и сама мыться и собираться.